Минск готовится к лету. В течение месяца в столице уже высадили более тысячи растений, убрали парки и скверы, облагородили Минскую кольцевую автодорогу. Центральные улицы столицы украсили первые летние цветы. Так на острове слез появились красочные виолы. Сегодня в рамках республиканского субботника к работам присоединились, соблюдая все меры профилактики, руководители предприятий, молодежь и активисты общественных объединений, а также все те, кому не безразлично, как выглядит родной город. Символично к 75-летию Великой Победы на проспекте Рокоссовского появится аллея из 75 дубов. Взять в руки лопату и посадить дерево может каждый желающий. Каждый год, особенно в субботниках, принимаю участие в посадке деревьев, потому что это делает наш город более зеленым, более красивым. И самое главное, эти деревья принесут радость жителям нашего города. В Лошице есть аллея семей, где мы сажали ели, и мы периодически подъезжаем кеолочке, которую мы в свое время посадили. Хотим, чтобы наша молодежь знала своих героев. Одним из таких героев, безусловно, является маршал Рокоссовский, командующий Первым Белорусским фронтом. И вот сегодня, в том числе в его честь, мы хотели бы здесь высадить аллею. Мы постоянно участвуем на территории нашего города в посадках подобных. Я еще со школы участвовал. В таких акциях мы садили уже целые леса, которые уже, в принципе, очень большие. Вклад в оселенение Минска внес каждый район столицы. В Советском районе появятся новые клумбы вдоль пешеходных зон на улице Максима Богдановича. Цветное ожерелье в таком же стиле украсит площадь Бангалор и улицу Некрасова. В празднику Победы появятся композиции на военную тематику на улице Золотая Горка, улице Гомарника и у развязки Логойский тракт МКАД. Сегодня район активничает на площади Якуба Колоса. Облагородить территорию вызвалась администрация. В московском районе столицы произвели уборку аллеи и посадку молодых деревьев студенческой деревни. Почтила память советских военнопленных администрация Первомайского района. Здесь привели в порядок территорию братской могилы на 9-м километре Московского шоссе. На территории бывшего лагеря смерти Тростенец в заводском районе столицы в честь защитников родины, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны, высадили молодые деревья. К благоустройству территории приступили и в Партизанском. Новые деревья появились в сквере по улице Анатольевская, 20. В центральном районе облагородили территорию парка имени Янки Купалы и места захоронения военно-пленных и мирных граждан узников лагеря Дрозды. Работы по благоустройству территории самого большого района столицы Фрунденского прошли в парке Тевали. Несмотря ни на какие события в мире, эта традиция должна сохраняться. Безусловно, мы должны соблюдать меры предосторожности, делать свой город Минск красивее. Я считаю, что это и удовольствие доставляет, и это то, что мы должны показывать нашим детям. Поддержать благородную традицию и помочь городу стать еще лучше не только сегодня, а в любое удобное время без суеты и большой компании может каждый гражданин.